Забинфо.ру. Первый информационный сайт Забайкальского края. Сейчас в настоящее время в нашем центре проживает 18 детей, оставшихся без попечения родителей. Значит, двое из этих 18 детей у нас дети-сироты. У нас в начале самого присоединения к нам детского бывшего дома было 22 ребенка. Из них у нас одна девочка отчислена по возрасту. Двое детей в декабре возвращены в родные семьи. Один ребенок переведен был в другое учреждение социальное тоже. Но сейчас вот у нас ждем детей, уже подготовленные для них комнаты. 10 детей к нам будут доставлены из других детских домов. И в наличии будет 28 детей. Ну, за время того, что когда к нам присоединилось учреждение, было изменено, ну, сделано своими силами то, что возможно. То есть заменен линолеум в комнатах, поменены подушки, закупили новые. Значит, повешали шторы, портьеры с девочками старшей группы. Нужно над чем работать, то есть это и еще частично, значит, поменять и линолеум. И, конечно, новую сантехнику нам нужна очень. Планируем сделать душевые комнаты для девочек. Ну, в общем, много, конечно, чего планируем. И думаю, что это будем осуществлять. При наличии, конечно, финансирования и за счет небюджетной деятельности, то, что у нас есть, свое хозяйство мы держим. Еще большая, как бы, надежда у нас и на спонсоров, на попечителей. Коллектив, конечно, доволен, что они к нам присоединены и работают сейчас вместе в журнале. Ну, вот такая вот, знаете, музыка волшебная. Мы тоже стали придумывать волшебные истории. Даже уже старшие дети, уже подростки, они уже подумают какие-то истории, хотя там, бывает, что трудно заинтересоваться. Но здесь дети очень хорошо разобрались. То есть мне стало легче работать с явлением этой группы. Мы немножко поменяли подход к проживанию детей и сформировали группы по возрастам, по половому признаку. И убедились уже сейчас, когда прошло полгода, что это решение было правильное. Поскольку ребята по возрасту, по полу, они стали более сплоченными. У них одни интересы, даже просмотр телепрограмм у них в одном и том же, как бы, найдет направление по возрасту. Ну, конечно, когда только мы с ними встретились, это были очень, ну, капризные такие дети, своенравные. Они категорически не хотели принимать ни новый персонал, ни новые какие-то требования, ни принципы наши, как бы, воспитания, которые мы для них озвучили. Но сейчас у нас уже породила большая работа, дети нас понимают, даже если мы с ними коллективно встречаемся на каких-то собраниях, обсуждаем общие проблемы, у них уже интересы в глазах есть, и они нас слышат, понимают, что мы до них доносим, и что мы, как бы, куда их настраиваем. И сейчас у нас взаимопонимания очень хорошие. Самовольных уходов у нас нет, детей, которые не учатся, не обучаются, не хотят ходить в школу, таких нет. Но есть, конечно, проблемы, мы не все говорим, что у нас прямо золотые дети, но все проблемы решаемые, и мы индивидуально подходим к каждому ребенку. Редактор субтитров А.Семкин